здравствуйте всем кто смотрит нас и на канале youtube голова садовая тетя таня и естественно на афонтова потому что я работаю на этом канале сегодняшняя тема земляника и ее усы новые сорта и как это должно выглядеть сейчас это август вот это пирамида которую я формирую это пока одна пирамида их будет две на самом деле значит здесь собраны три сорта замечательных ягод это новое поколение альбион сан-андреас и портола значит что я сейчас добиваюсь вот их посажено по 5 кустов по периметру они примерно одинакового срока созревания и цветения и поэтому для них место определено здесь второй ярус тоже будет занят этими же ягодами значит старательно формируя их усы и отправляю вот сюда видите здесь уже есть корешки нам нужно чтобы она укоренилась в этой части но не хватает расстояния отправим ее пока сюда как только корешки станут очень очень такими толстыми тугими тогда все выкапывается переносится на этот второй ярус некоторые сами дали усы вот посмотрите видите ус укоренился сидит он практически на месте разворачиваем еще один усик будет здесь и можно его сразу присыпать чтобы он никуда не убежал один ус формируется там все это можно пересадить в августе в сентябре я считаю поздновато потому что формирование корней у земляники идет именно в период конца августа начала сентября но не далее все что вы там на хватаете в сентябре в конце и повтыкаете в землю это маловероятное укоренение поэтому остерегитесь прислушайтесь к моему совету ягода особенная это ремонтантная то есть плодоносящая весь теплый сезон и кормить ее надо сначала сезона до самого конца а уж поливать то ее как надо а как она тепло любит у нас есть теплица с елизаветой 2 она дала шикарный урожай просто великолепный и ждем урожая осеннего вот посмотрите все эти кустики начинают набирать эти цветоносы выходят и начинают зацветать их тут не один достаточное количество вот здесь уже формируются не только цветоносы но уже сформированный посмотрите 1 2 3 4 а вот он цветонос который сформировал шикарную ягоду вот такая вот ягода у сорта альбион и эта ягода любит тепло и поэтому здесь появится колпак прямо вот зонт который закроет ее от холодов потому что на холоде эти ягоды а это вот уже сан-андреас здесь заканчивается альбион сан-андреас все кустики начинают зацветать если будет холодно то мы так и получим уже в начале сентября зеленые ну беловатые ягоды но никак не красные поэтому колпачок будет поставили бы будет пленкой укрыта та часть где находится ягода середина естественно у этой пирамиды оставлена для цветов прекрасно цветет гвоздика однолетняя экзотические бабочки которые тоже обожаю значит а что сейчас нужно ягоде сейчас нужно поддерживать не только зеленую массу август с 1 по 5 и с 15 по 20 мы должны накормить ее и сульфатом калия и суперфосфатом вытяжкой вот что вы разбросали суперфосфат для очистки вашей совести это не сработает суперфосфат не растворяется в земле так быстро на второй третий год только заработает слава богу но вытяжка водяная даст хороший результат и прямо когда вы внесете его в землю как его как вытяжку сделать вот все моих сюжетах есть смотрите и все увидите значит обязательно смотрим за тем чтобы листья у ягоды вот видите кто-то лопает их прямо скажем дырки огромные но видите ягода опрыскивать вроде как уже жалко но осенью когда в сентябре месяце будет убрана ягода когда будут уже рассажены все усы вот тогда бордовская жидкость не помешает можно трижды это сделать первый раз хом второй раз через семь дней оксихом и еще через семь дней бордовская жидкость это уже где-то середина или конец сентября чтобы весь сад ваш был голубого цвета и яблони и кусты смородины все ягоды убраны а болезни нам ни к чему на следующий год и мы обязательно все должны опрыскать обалдеть вот что такое альбион красавец просто калиброванный и мне не жалко сейчас мы ее съедим все кто хочет смотреть наши сюжеты а это на ютюбе мой канал голова садовая тетя таня и это на афонтово я всех приглашаю подписаться всего вам доброго и до свидания